Интеллектуальные молочные фермы начали появляться в Нижегородской области. Пилотный проект, который переняли из Беларуси, совсем скоро заработает в Лысковском районе. Управлять всем технологическим процессом будут современные компьютерные технологии. Полностью автоматизированная система позволит одному оператору управлять сразу всем стадом, к примеру, в 300 голов. Без этого сейчас жить дальше нельзя. Поэтому я дал указание приобрести всю необходимую технологию, приобрести необходимое оборудование. И эти пилоты реализовать, тогда мы будем показывать уже, и не рассказывать на словах, а просто привести, посмотреть, как это все делается. Улучшение условий труда, а следовательно увеличение производительности на сегодня наблюдается чуть ли не во всех животноводческих хозяйствах региона. Только рентабельность производства молока за последние годы выросла почти в 12 раз. Заниматься животноводством, которое, как отмечают сами фермеры, сейчас на подъеме, становится выгодно. Раньше, наверное, самые большие фермы были 300 голов, а сейчас мы размахиваемся на тысячи. На моей ферме 1700 голов. И она не единичная, наверное, в районе. Таких ферм раньше не было с таким поголовьем. Областные программы поддержки, действующие в регионе, уже позволили обновить почти 70% животноводческих хозяйств. В свою очередь фермеры начали внедрять новые технологии в работе. Больше возможностей, удобнее работать с животными. У нас здесь находится на этой площадке гидравлический станок, расколы, где можно животного зафиксировать в любом положении и провести все манипуляции с ним. По данным регионального министерства сельского хозяйства, уже в прошлом году программа поддержки фермеров вышла на новый уровень. Начали активно строить и модернизировать животноводческие комплексы. Более 500 объектов удалось ввести в эксплуатацию. Многое еще предстоит сделать и в ближайшем будущем. Глава региона поставил задачу к 2020 году в два раза увеличить объем производства сельхозпродукции. Тем самым нижегородские товары на 80% должны заполнить прилавки в магазинах, а региону получится выйти на полное самообеспечение.